добрый день кого то уже может быть и добрый вечер а у меня была большая закупка пряжи alize она у нас производства турции в основном я купила лана gold classic за что я люблю эту пряжу за то что она во первых очень легко вяжется это классическая полушерсть прекрасно скользит по спице она всегда хорошо прокрашенная вообще практически мета буквально один раз за все время попадалось выдался клубок в котором есть какие-то связки то есть это очень важно для изделия особенно если вы вяжете какое-то изделие большое я считаю что это самая подходящая пряжа для именно начинающих кто начинает вязать потому что она супер удобная если вам нужно снять петельки они будут абсолютно ровненькие они никуда не разойдутся и сами петли тоже получаются очень ровные в какой у нее еще один большой плюс это то что полушерсть она достаточно мягкая она не колкая она при тепловых обработках то есть при стирке при отпаривании прекрасно себя ведет она не вытягивается не трансформируется не вытягивается то есть это такая классическая полушерсть которая просто замечательно себя ведет почему именно полушерсть помимо того что это абсолютная классика это еще абсолютный плюс содержание акрила которая в ней есть как раз способствует равномерному окрашиванию пряжи и поэтому настолько хорошо прокрашенный настолько ровный цвет что за только за это но не только конечно за это можно ее любить давайте же посмотрим что я купила какие-то цвета для тех кто ни разу не брал я очень рекомендую ее взять попробовать это пряжа замечательно подходит именно для зимних каких-то изделий это могут быть любые изделия шапки снуды шарфы кардиганы свитеры пуловеры и так далее но вот уже на варежки и носки мне вот она не очень нравится потому что варежки все-таки из нее получается слегка такие деревянненькие носочки тоже на любителя потому что все-таки если мы будем ходить по полу или по кафелю они довольно таки скользкие и протираются очень быстро так ну приступим стандартный у них моток в моток всегда идет 100 грамм длина в мотке 240 метров у нас здесь есть рекомендации рекомендуемые спицы 4 6 здесь представлена образец того что если вы вяжете 10 на 10 сантиметров то у нас длину 17 с половиной петель высоту 25 петель в принципе совпадает если вы будете придерживаться именно этого размера спиц то как бы для ленивых кто не любит вязать образец вполне можете ориентироваться на это камера у меня достаточно четко передает цвета поэтому я вам буду показывать номер цвета чтобы вы уже при покупке могли ориентироваться по каждый клубочек по одному покажу пила я ее много поэтому почему показывают свет не всегда цвет который в каталоге он соответствует действительности тому цвету который ну скажем так на его потому что мне были случаи когда я выбирала на сайте заказывала и все-таки приходил чуть другой цвет также я за купилась ализе ангора gold это уже ниточку у нас идет 20 процентов шерсть и 80 процентов акрил она мне тоже очень нравится вижу я из нее обычно в две нити она очень мягкая она достаточно пушистая но при этом не такая сильная пушистая как допустим пряжа содержание мохера потому что мне не очень нравится что когда я вижу и вот эти вот частички просто разлетаются по всей квартире здесь у нас моток 100 грамм 550 метров уже идет рекомендованные спицы от 3 до 6 и тоже представлена раскладка так это у нас 57 ангора gold я взяла чуть поменьше потому что магазин где я покупала не такой был большой выбор по цветам из нее я очень люблю вязать шапки шапки получается просто замечательные в две нитки они прекрасно подходят для наших дим ну кто любит можно и снутый шарф связать но по мне они больно пушистые несмотря на то что я не очень сильно люблю мохер взяла я вот такой ализе классик мохер здесь у нас 100 грамм 200 метров состав 51 процент акрил 25 мохер и 24 шерсть из нее я еще ни разу не вязала хочу попробовать посмотреть насколько будет пушистым изделие но как вы видите в клубке клубок очень 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 пушистый хочу попробовать морально себя подготовила к тому что все будет в шерсти так да купила я вот такой вот еще один моток ализе ангора gold ambre batik потому что в предыдущем видео я вам показывала я уже покупала именно такого цвета пряжу кому интересно 7244 хотел я изначально вязать себе бактус и бактус я хотела вязать себе в одну нитку на что-то я связала образец и подумала что в одну нитку это будет слишком тонковато и поэтому докупила второй клубок еще я купила это у нас пихорка baby 20 процентов мериносовая шерсть и 80 процентов акрил в черном цвете мне нужна была черная пряжа но ничего подходящего не было то есть ализе лана gold вообще не было в черном цвете кстати даже не знаю на самом деле есть она или нет и решила взять вот такую вот троицкую пряжу по ниточке кто-то если брал alize merino royal вы не поверите вот по тактильным ощущениям это вот одна и та же ниточка как будто хотя я понимаю что там стопроцентная мереносовая 6 шерсть а здесь как бы акрил 80 процентов но хочу посмотреть свяжу наверное шапку чуть заинтересовала мне как-то взяла я два клубочка а по граммовки так тоже у нас здесь есть рекомендации так производство россия так но я тут думаю что здесь а вот написано 135 метров и 50 грамм два кубка взяла взяла я еще вот такую не знаю зачем взяла какая-то была во мне спонтанности я решила взять вот такую же тоже это у нас пряжа из строицка кружевницы пряжи для ручного вязания 50 процентов шерсть 50 процентов акрил 450 метров 100 грамм она такая что-то похожая на ализе ангора gold она тоже какая-то пушистенькая какая-то рейдер и рейдинка пушистенькая тоже ни разу не брала у меня черт дернула и взять вообще непонятно я вот вообще сейчас ее одергивая на плохо дергивать я думаю на общая дергиваться то будет нет наверное этот что-то будет в две может четыре нитки но посмотрим так также я в том магазине взяла спицы они китайские ни разу не брала китайские спицы взяла и вот они такие 40 сантиметров пятерку и шестерку обычно я вижу спицами гамма они меня вполне устраивает но эти просто стоили какие-то сущие копейки они стоили 59 рублей я решила взять попробовать потому что гамма но они в три раза стоит дороже а то и в 4 все зависимости будет тоже от длины лески и от толщины ну на этом вроде бы все вся моя покупка а по поводу ализе лана gold хочу вам показать вязала я себе джемпер вязала его три года назад он же стирался перестирался 200 раз так как я видео решила снимать спонтанно я его не отутюживала не отглаживала то есть носил я его постоянно носила на работу то есть смотрите да чуть-чуть скатался конечно но не критично скатался и там буквально по низам то есть а то что касается середки то есть никаких катышков нету на ощупь она естественно после стирок стала только мягче в чем еще большой плюс вот именно лана gold давайте одну какую нитку вытащим вообще сама нить состоит она сотка на собрана из пяти ниточек но привязки она не расслаивается это большой 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 плюс то есть надо постараться чтобы ее еще вот так вот а размах реть поэтому я считаю что нитка просто замечательная классическая полу шерсть она и не тонкая и не толстая она как раз такая золотая середина если можно так выразиться ну на этом пожалуй все вроде всю свою покупку вам показала в следующем видео уже наверное покажу что я связала из какой пряжи уже будут готовые изделия может у меня какие-то дополнения возникнут по но наверное дополнение будут вот по этой крохи и попробую я вот этих вот два чуда тоже оставлю свой отзыв о том понравилось мне не понравилось как она вязки и стоит ли вообще ее покупать на этом все спасибо за просмотр пока пока